Девушки отдыхают Но с этим связаны и определенные искушения Искушения застрять в той или иной крайности И я выделил три таких искушения и подкрепил свои мысли текстами Писания Во-первых, у нас возникает искушение положить личную жизнь на алтарь популярности Мы читаем Евангелие от Луки И я попрошу Лоис прочесть из 4 главы 40 стиха При захождении же солнца Все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий» А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место И народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них Но Он сказал им, и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие Ибо на то Я послан И проповедовал в синагогах галилейских Мы видим, насколько востребован был Иисус Люди стремились приблизиться к Нему Он многих исцелял Но время было ограничено И вы можете себе представить Как люди выстраивались в очереди И ждали того мгновения, как Он возложит на них руки, чтобы исцелиться Это было важное служение, и Он был очень популярен Благодаря Своему Дару Благодаря тому, что Он был Мессией Верили люди в это или нет Но они стремились к тому, чтобы Он прикоснулся к ним и исцелил их Вы можете думать про себя «Наконец-то я достиг популярности Я так долго учился, так много работал Наконец-то настал мой звездный час Я должен наконец получить отдачу от всех тех часов, дней, лет, которые я потратил на подготовку к этому» Но заметьте, что Иисус делает в этом случае Но Он уходил в пустынные места и молился Разве не странно? Он мог бы оставаться с людьми и исцелить больше людей Но Он делал перерыв И не потому, что Он сильно уставал Но для Него очень важно было проверить свой путь Он идет в единенные места и молится Происходит смена деятельности Люди ищут Его Уже с раннего утра Пытаются найти Его И они не понимают, почему Он прячется от них Ведь это Его звездный час Он сейчас на пьедестале Но помолившись, Иисус говорит «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» Это не сильно понятно человеку, для которого самое главное – это популярность Кто обожает толпу Кто обожает последователей Иисус, ты можешь основать свою церковь Окружить себя людьми Такое прекрасное служение может быть здесь на земле В Иудее Но Иисус так не поступил И создается впечатление Что толпа может обмануть нас Может увести нас в сторону с правильного пути Толпа обманывает Во многих странах проходят самые разные опросы общественного мнения Политики пытаются понять, как угодить толпе, анализируя результаты этих опросов Но Иисус не беспокоился о опросах общественного мнения Он уходил в пустынное место и молился Юджин Питерсон написал «Чем больше людей, тем меньше истины» Порядочность общества не зависит от количества людей, состоящих в нем Люди могут говорить, что это истина, это верно Ведь так много людей следует за этим человеком или за этим учением Что ж, тысячи или даже миллионы людей оказываются в сектах Поэтому истина не зависит от того, какое количество людей верит в то или иное Истина измеряется соответствием Божьему Слову Проводя время в уединении с Богом, мы сверяем свою жизнь по этому слову Поэтому можете отметить, что время, проведенное с Богом, привносит изменения в нашу жизнь Посмотрите Иисуса Не было ничего неправильного в том, что Он служил людям Исцелял тех, кто приходил к Нему Но проведя время с Отцом, Он понимал, что есть и другие города, которым Он призван проповедовать Что Его служение не должно ограничиваться одним каким-то местом Он должен был нести благую весть еще многим и многим людям И не только иудеям, но и самарианам Он не принадлежал какой-то отдельной группе людей Несмотря на то, что Он был иудеем Он понимал, что Он должен был посетить все те города, все те места, куда Он был послан Время, проведенное с Богом, не только привносит изменения, но и дает новые направления Уединенное время с Богом помогает вам вернуться на правильный путь Очень часто после субботы у меня появляется новая цель Это может быть что-то простое или пересмысление смысла всей моей жизни Несколько месяцев назад, в субботу, когда я в тишине предстоял перед Богом Я признавал, осознавал все свои слабости, все свои сильные стороны И я осознал, что Бог наделил меня даром объединять людей Объединять людей, объединять служение И я видел результаты этого Я понимал, что основная моя задача состояла в том, чтобы перевести человека к Богу И помочь ему научиться самому общаться с Богом А мне наблюдать со стороны Когда-то в молодости мне хотелось популярности Чтобы люди ощущали потребность во мне Даже после того, как у них появлялись свои взаимоотношения с Богом Я все еще желал оставаться посредником между ними и Богом Чтобы питать свою гордыню, повышать свою самооценку Но Бог говорит, приведи их ко мне и оставайся в стороне Приводи других людей Свидетельствуй другим, чтобы они также обратились ко мне И проводя время наедине с Богом Я осознавал это, что Бог говорит Отойди же Делай то, к чему ты призван Не бери на себя слишком много Позволь Богу действовать Доверяй Ему Что ж, когда мы проводим время с Богом Когда мы прислушиваемся к Его словам То очень часто у нас появляется новая цель Переосмысление того, куда мы идем Со стороны может казаться, что мы отвлекаемся Что мы уходим от служения На самом деле мы исполняем то, что должны Мы прибегаем к Богу И ищем водительство от Него Иисус сказал ученикам И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие Ибо на то я послан И в другом тексте мы читаем Но он уходил в пустынные места и молился Евангелие от Луки, 5 глава, 16 стих Мы понимаем с вами, что можем быть искушаемыми популярностью Всем нравиться И получать от этого подкрепление и ободрение Но не позвольте толпе увести вас в сторону И второе У нас возникает искушение Положить личную жизнь на алтарь продуктивности В те дни зашел он на гору помолиться И пробыл всю ночь в молитве к Богу Когда же настал день, призвал учеников своих И избрал из них 12 Которых и номиновал апостолами Симона, которого и назвал Петром И Андрея, брата его Иакова, Иоанна, Филиппа и Ворфеломея Матфея и Фому Иакова Алфеева и Симона Называемого Зелотом Иуду Яковлева И Иуду Искариота, который потом сделался предателем Мы с вами рассмотрели популярность Но также и продуктивность Может быть тем, что будет искушать нас В мире бизнеса любят повторять Что успех президента организации Владельца организации Зависит от людей, которые его окружают Очень важен для него выбор Вице-президентов, его помощников А также управляющих Мой отец говорил Что его успех в бизнесе Был вызван тем Что он нанимал на работу людей Которые умнее его самого Конечно, люди улыбались Когда это слышали Он сам улыбался Но в этом есть правда Он находил людей, которые обладали качествами Которых у него не было В такой степени Он не нанимал людей, которые похожи на него Но тех, которые умели то, что он сам не умел И в команде Будь то команда служителей в церкви Или команда в бизнесе Очень важно, чтобы была сбалансированность Не только личностей Но и качеств и умений Иисус провел ночь в молитве И я полагаю И многие люди со мной согласятся Что молитва упоминается здесь для того Чтобы мы поняли Что в уединении с Богом Он избрал своих учеников Обсудив каждую кандидатуру с отцом Отец, что ты думаешь Об Иакове? А как насчет его младшего брата Иоанна? А что ты думаешь о Петре? И мы должны признать Что в выборе Иисуса Определяющим фактором была благодать Он не пытался найти Самых умных людей той эпохи Или самых образованных Что, быть может, мы сделали Будь мы на его месте Его выбор демонстрирует благодать И мы видим, как многое он смог сделать Окруженный такими простыми людьми Мы читаем в книге «Деяния апостолов» О том, как отзывались начальники О Петре и Ане Иакове Они говорили «Это же простые рыбаки! Как они могут говорить так убедительно?» Это удивительно Но они были с Иисусом Даже после своей смерти Иисус продолжает оказывать влияние на этот мир И дело не в образованности Не в уровне интеллекта А в том, что они были с Иисусом И в этом благодать Бог наделил духовными дарованиями Простых рыбаков Он выбрал тех людей, через которых мог явить свою силу Свою благодать Говоря о благодати Здесь точно были грешники Посмотрите на Матфея Матфей Сборщик налогов Что мотивировало Иисусом Что он избрал такого человека в свои ученики Также мы читаем о том, что его окружали женщины легкого поведения И если посмотрим на все это Мы поймем, что дело Божьей благодати Он являл пример прощения Это проявилось в его выборе учеников Продуктивность Иисуса не измерялась образованностью его последователей Но она проявлялась в благодати Явленной в жизни каждого из его учеников И это должно обнадеживать нас Неважно, что происходит в нашей жизни Каким бы израненным ни было ваше сердце Зачастую именно это лежит в основе Божьего избрания Ибо так он может проявить свою благодать в вашей жизни Об этом пишет апостол Павел Напоминая, каким гонителем, хулителем он был Для Церкви Божьей Но в нем была явлена Божья благодать Которая сделала его лидером Церкви Можно много говорить о Божьем избрании Но посмотрите, даже Иуда Искариот был избран Это не ошибка А ведь Иуда потом предаст Христа Но мы помним о том, что цель Иисуса была в том, чтобы взойти на крест И даровать спасение всем Предательство — это, наверное, тот грех, с которым сложнее всего жить Больнее всего, когда вас предают И я думаю, каждый человек на том или ином уровне испытал на себе предательство Когда кто-то наживается на вас, использует вас, подставляет вас Для своей выгоды, быть может, финансовой И мы не можем сказать об Иисусе, что Иисус просто не понимает, что такое быть преданным Он все прекрасно понимал Он осознанно пошел на смерть Вот вы видите, сколько искушений на пути к вашему личному тихому общению с Богом Когда мы стараемся все время быть продуктивными Расширять свое служение Расширять пределы своего влияния Но есть и третье искушение У нас возникает искушение положить личную жизнь на алтарь давления И это действительно сильное искушение в сегодняшнем суматошном мире И я попрошу Лоис прочесть из Евангелия от Луки, 22 главы, 39 стиха И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую За ним последовали ученики его Придя же на место, сказал им Молитесь, чтобы не впасть в искушение И сам отошел от них на вержение камня И, преклонив колени, молился, говоря Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу с ее мимо меня Впрочем, не моя воля, но твоя да будет Явился же ему ангел с небес и укреплял его И, находясь в барении, прилежнее молился И был под его, как капли крови, падающие на землю Встав от молитвы, он пришел к ученикам И нашел их спящими от печали И сказал им, что вы спите Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение Если вы думаете, что у вас в жизни стресс Представьте себя на месте Христа Грех каждого грешника Жившего когда-либо на земле Был возложен на него Давление было невероятным И вполне может быть, что это время Проведенное в уединении с Отцом Для Иисуса было тяжелее, чем сам крест Потому что здесь мы видим борение Принятие этого дела спасения Через пролитие крови И мы читаем о том, что пот был смешан с кровью Капилляры на его лбе лопались от напряжения Огромное давление И все-таки в уединении с Богом Он справился с этим давлением И он покорился Божьей воле И согласился принести ту жертву Которую должен был принести И победа над искушениями В его публичном служении Была одержана здесь В молитве И я верю, что именно так и должно происходить Когда мы думаем Вместе с Богом Что бы произошло, если бы я сделал то или другое Поэтому тогда, когда я искушаю на публике Когда наступает миг испытаний, я уже готов Я уже полон решимости все преодолеть И я убеждаюсь в этом вновь и вновь В своей собственной жизни Встречаясь с различными искушениями Когда я в конце концов говорю Богу, хорошо Да будет воля Твоя Какой бы она ни была Главное, чтобы Ты был со мной И это очень важно Потому что благодаря молитве Мы можем справиться с внешним давлением Которое окружает нас Вот небольшая иллюстрация Это небольшая карикатура На которой мы видим бетисферу Это что-то наподобие подводной лодки Бетисфера может опускаться на глубины океана На 5 километров в глубину Для того, чтобы исследовать океанское дно И вот эта бетисфера имеет очень толстые крепкие стенки Она сделана из очень прочного материала Из стали Я сам не видел, но думаю, где-то 30 сантиметров стали Есть маленькие окна, тоже из крепкого стекла Через которые не так хорошо видно Но если вы все-таки посмотрите наружу с бетисферы То вы увидите, как вокруг плавают рыбки И вот представьте У этих рыбок нету толстого панциря из стали И они свободно плавают в океане Находясь под огромным давлением толщи воды Как они могут выжить без этого панциря? Что ж, ответ достаточно прост Внешнее давление уравновешивается внутренним давлением Другими словами Внешнее давление толще воды Равно внутреннему давлению рыб И это хороший урок для нас Если мы хотим справиться с внешним давлением Мы должны быть исполнены Божьего Духа Только тогда мы сможем справиться с давлением Именно поэтому молитва была так важна для Иисуса И поэтому так важно было для Него Чтобы ученики молились вместе с Ним Хотя они уснули Они не смогли бодрствовать и молиться вместе с Ним Оставив Его в еще большем одиночестве Что ж, я думаю, вы понимаете Каким сильным искушением может быть давление Билл Хайблс написал следующее Лоис, пожалуйста, прочти эту цитату Билла Хайблса Истинное христианство несовместимо С непрерывной диетой и бурной деятельностью Источник энергии – тишина и покой Источник силы – уединение Решения, приводящие к кардинальным переменам в жизни Рождаются в святом святых В тишине вашего общения с Богом Он очень хорошо подводит итог, что сила приходит в тишине общения с Богом Вы ослабеете, если будете всегда окружены людьми Находясь все время под давлением этого окружения Испытывая стресс и напряжение Итак, мы можем быть искушаемы популярностью Желать быть известными, чтобы всем нравится Также вторым искушением является продуктивность И и то, и другое создает то давление, от которого нам так необходимо избавиться И возможно это в тишине, в общении с Богом Когда мы входим в святое и святых И испытываем ту субботу, о которой мы говорим Большое дело начинается с малого пожертвования И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com И курсируя между этими двумя полюсами, необходимо находить баланс Суметь выстоять, когда эти искушения одолевают нас Генри Ньюман написал об этом так Только распознав полюса, между которыми мы движемся И научившись чувствовать это внутреннее поле напряжения Мы способны сориентироваться и понять, в каком направлении хотим двигаться дальше Только распознав полюса Мы сможем понять, куда дальше двигаться Опять же, это идея Курсирование между личной и общественной жизнью Не забывайте о своей личной жизни с Богом И точно так же верно обратное Если вы ведете отчельнический образ жизни И вам кажется, что вы проводите время с Богом Действительно ли вы его проводите? Ведь если вы никогда не получаете от Бога повелений Послужить людям Выйти из комфортной зоны Быть может, кому-то что-то написать Послать письмо по электронной почте Если вы не совершаете никакого публичного служения Служения людям То у меня есть сомнения Действительно ли вы проводите время с Богом? Я вспоминаю текст, записанный в книге пророка Исаия в 6 главе Когда Исаия явился перед Богом и услышал «Божий вопрос, кого же мне послать?» И Исаия ответил на этот призыв и пошел Потому что он был близок с Богом Я бы попросил вас поразмышлять Какое из перечисленных искушений для вас особенно актуально? Быть может, популярность уводит вас от общения с Богом Не оставляя на это времени Потому что так много людей хотят с вами встретиться Или это продуктивность? Вы постоянно хотите что-то произвести, что-то сделать Будь то в служении, будь то в работе, будь то в каком-то бизнесе Не находя ни на что иное времени Но, знаете, порой самое лучшее, что вы можете сделать Это помолиться о тех людях, которые вас окружают Или, быть может, это давление, которое постоянно вы ощущаете Быть может, вы студент и висят экзамены Или нужно сдать работу, и над вами давлеет учеба Но вам необходимо справиться с этим давлением И каким бы ни было искушением Ищите Божьего присутствия в вашей жизни Чтобы быть спокойными Чтобы уравновешивать внешнее давление с внутренним Для этого необходимо развивать отношения с Богом Поэтому я попрошу вас поразмышлять об этих трех искушениях Что искушает вас? И как вы справляетесь с этими искушениями? Проводите ли вы время с Богом, которое радует и вас, и его? Давайте помолимся Господь, мы благодарим Тебя за практические примеры, оставленные нам в Писании Мы благодарны Тебе за то, что Ты показываешь нам, как не зависеть от толпы Как передавать свои способности, цели тем людям, которые окружают нас За то, что Ты показываешь нам, как, будучи под давлением, находить баланс Уравновешивать внешнее давление Твоим святым присутствием Спасибо за Твой пример, который так практичен И которому мы можем следовать в своей жизни Аминь